МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальное благополучие населения в первую очередь зависит от наличия собственной жилплощади. Сегодня потребность граждан в доступном жилье обеспечивается за счет реализации госпрограмм по возведению арендных квартир. Вместе с тем население, имеющее низкие доходы, не может справиться с покупкой жилплощади без эффективной поддержки со стороны государства. В связи с этим решение президента о запуске программы 5.10.25, на реализацию которой выделено 390 миллиардов тенге, стало хорошей новостью для тех, кто мечтает о собственной квартире. Я думаю, это хороший посыл, потому что молодежи нужно иметь жилье. Почему сегодня бракоразводные процессы происходят, да, вот проблемы для сегодня общества. Одним из основных, вот мы тоже анализируем эти вопросы, нехватка необеспечения жильем. Создается проблема, когда не хватает маленькая зарплата, или когда вся зарплата уходит для того, чтобы снять какую-то квартиру, и отсюда рождаются проблемы молодой семьи. Я думаю, очень правильное решение, касающееся, когда надо поддержать и молодую семью, и семью среднего уровня, которые должны иметь возможность сегодня получить жилье. Не остались в стороне и вопросы сферы образования, которое должно быть качественным и доступным для молодого поколения казахстанцев. Ведь именно сейчас необходимо обратить самое пристальное внимание на раскрытие творческого потенциала молодежи. В связи с этим, в своем очередном послании народу Казахстана президент обозначил задачи, решение которых повысит качество образовательного процесса, несмотря на различные вызовы современности. Одним из важных моментов улучшения дел в сфере образования стало повышение заработной платы преподавателям. В сфере образования уделяется большое внимание, особенно повышению качества. В это нелегкое время очень важно готовить высокопрофессиональные кадры, а для этого надо хорошо обучать молодежь и готовить их к поступлению в ведущие зарубежные вузы. Еще одной хорошей новостью стало повышение заработной платы учителей на 25%. Это большая помощь для педагогов, ведь если преподаватели будут получать достойную заработную плату, то они будут работать с полной отдачей сил и повысят качество образовательного процесса. Семичане отмечают, что долгосрочные планы и проекты, обозначенные в послании, направлены на консолидацию общества и государственных органов для решения первоочередных задач, направленных на повышение благосостояния народа, улучшения социальной инфраструктуры и обеспечения поступательного экономического развития Казахстана. Самат Ситенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». Верблюдоводство сегодня хорошо развито в южных регионах страны, а также в Монгостаусской области. Эти животные в основном обитают в пустынных и полупустынных районах. По мнению экспертов, восточный регион страны полупустынный. Климатические условия благоприятны для разведения верблюдов. В настоящее время поголовье этих животных в нашей области составляет всего около 600. Большинство находится в Абайском районе. В одной только ферме насчитывается 160 верблюдов. Верблюд – животное, которое быстро набирает в весе. Оно дает мясо и напиток шубат. Обладает очень хорошей шерстью. Обычно 70-80% верблюжьей шерсти – хорошего качества. Она очень полезна для изготовления текстильных изделий. Климатические и почвенные условия семейского региона очень благоприятны для развития верблюдов. Но сейчас немногие обращают внимание на это направление. По словам специалистов, государственных программ, направленных на развитие верблюдоводства, немного. У них существуют свои требования по субсидированию. Например, если самец приобретен в целях племенной селекции, то предусматривается субсидия в размере 100 тысяч тенге. Отдельно существует поддержка для производства шубата. Если хозяйство или отдельный человек захочет заняться разведением верблюдов или производством шубата, они могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. При наличии 30 голов дойных верблюдов, государство предоставляет субсидии в размере 55 тенге за литр произведенного шубата. Это при условии, если производитель будет поставлять шубат перерабатывающим предприятиям. В этом случае одна верблюдица должна давать полторы тонны шубата в год. Также желающие разводить верблюдов могут получить льготную суду и начать свой бизнес в рамках государственных программ, направленных на поддержку сельского хозяйства, говорят специалисты. Льготные суды можно получить в двух финансовых учреждениях, таких как Фонд финансирования поддержки сельского хозяйства и Аграрная кредитная корпорация. Для этого нужно открыть хозяйство. При соблюдении всех требований можно получить льготный кредит под 5-6%. Есть еще программа «Экономика простых вещей». Этот кредит выдается сроком на 10 лет. При этом существуют каникулы сроком на 2 года. Верблюды дают приплод раз в 2 года. Это одна из главных причин, почему данное направление сельского хозяйства не развивается на должном уровне. Вместе с этим поголовье верблюдов постепенно увеличивается. На сегодня этих животных разводят в Кокпектинском, Тарабагатайском, Уржарском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области. Встречи Акима с жителями окраин города стали хорошей практикой. На этот раз Ермак Салимов выслушал проблемы жителей поселков Восход и Водный. И самое главное из них – питьевая вода. Многолетняя проблема начала было решаться, но работы, начатые в июле, были вдруг приостановлены. При реализации данного проекта, при разработке грунта, было выявлено то, что грунтовые воды в данное время выступают на 70 сантиметров, а водопровод ложится на 2,5 метров. В связи с этим данный проект был приостановлен, реализация его. Были написаны все письма, переписки проектному институту, заказчику. И было принято решение полностью перепроектировать данный проект. Данное перепроектирование шло около месяца, месяц с лишним. И в июне-августе месяце, где-то дня 4 назад, мы заехали на данный участок для реализации этого проекта, потому что данный проект был уже перепроектирован. Дана была схема трассировки, дана была насосная станция, полностью весь проект утвержден. В целом работы по водоснабжению будут осуществляться в два этапа. Сначала проведут магистральные сети на центральной улице. Эти работы подрядчики пообещали завершить к концу года. На втором этапе подведение внутриквартальных сетей. Эти работы останутся на следующий год. В Боровлянке к вам придет хорошая вода. Раз. Упреждаю ваши вопросы, в Боровлянке придет хорошая вода. Это раз. Второе, по цене той, которой реализует водоканал. А то всякие вопросы там пошли уже. Значит, мне хват задает, говорит, там цена какая там будет, да и прочее, прочее. Цена будет одинаковая, как в городе. Теперь, я сказал, что мы параллельно корректируем проект. К сожалению, нельзя это быстро делать, но это ни в коем случае не задержит реализацию этого проекта. Поэтому мы решили по-другому. Наши технари, есть хорошие инженеры на канале, решили по-другому эту работу сделать. Работы начались. Аким призвал жителей контролировать все работы. Здесь проверяли воду, ее пить нельзя. Нам сказали, что это трупная вода. Но мы пьем эту воду. Я страдаю сахарным диабетом. Еще давление есть. Теперь вот могилки приближаются. Куда мы пойдем? Мы просим поставить ограждение и запретить здесь захоронение. Вопрос с кладбищем Аким пообещал взять на контроль. Решение другой проблемы, нехватки детского сада и школы напрямую связано с водоснабжением. Поэтому их строительство планируют начать в следующем году, когда поселок будет обеспечен водой. Что касается еще одного наболевшего вопроса – освещения, то, как сказал Аким, на всех улицах его не будет. Свет появится лишь на центральных улицах, по которым дети ходят в школу. Мы покупаем за счет городского бюджета, проводим конкурсные процедуры, покупаем трансформаторы. Мы меняем линии, хочется быстрее. Мы эту работу будем делать. То, что касается полигона, полигон законный, все разрешения на размещение, на выбросы, согласованы, эмиссия, все согласовано. Просто есть вопросы с нарушением, скажем так, его технологического регламента. И там вообще по проекту он не послойно там делается, да, это невозможно послойно сделать. А вот та территория, которую овраг заполнили и вышла на отметку, на нолевую отметку, вот она должна рекультивироваться земляным грунтом. Он там рядом есть. Поэтому я дал срок в течение сентября месяца, чтобы они эту работу выполнили. В будущем, заверил Аким, по данному населенному пункту будет разработана специальная программа, в которую войдут все мероприятия, необходимые для решения местных проблем. Выработать их планируется рабочей инициативной группой из числа ответственных лиц и местных жителей. Сауля Байгалиева, Бердебек Хармбай, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. На сегодняшний день в очереди на жилье из Госфонда состоят 11 тысяч 23 человека. 563 из них – это многодетные семьи. В прошлом году жильем были обеспечены 112 очередников из этой категории. В текущем году – 22. По информации заместителя Акима города Айдара Садырбаева, до конца года новоселье справит еще 125 семей. В 2020 году для подтверждения плачевоспособности по программе «Бахту-басу» было выдано 250 направлений. Из них одобрено 95 заявок. Кроме того, были распределены 25 жилищных сертификатов. В том числе, семьи воспитывают детей инвалидных – 8, многодетных – 10 и неполные семьи – 7. Работа в данном направлении продолжается. Также была организована выдача гарантированных социальных пакетов в виде продуктовых наборов и товаров бытовой химии. Их получили 1980 семей, в которых проживают 3113 детей. Данным категориям оказываются и другие меры социальной поддержки. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусмотрено бесплатное горячее питание, возмещение затрат за проезд в городском общественном транспорте, обеспечение школьной формы. На сегодняшний день, уважаемые члены комиссии, количество охваченных бесплатным горячим питанием составляет 7452 ребенка. Из них 35% – это получатели адресной социальной помощи. По словам Айдара Садырбаева, в текущем году в регионе 8029 детей из малообеспеченных и многодетных семей были обеспечены школьной формой, обувью и канцелярскими принадлежностями. Кроме того, для дистанционного обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей за счет средств городского и республиканского бюджетов будет приобретено 6487 компьютеров. Вот есть комиссия. Она имеет свою исключительную проблему многодетных, проблему малоимущих. И мы должны на системной основе собираться эти вопросы решать. Комиссия правит давать рекомендации, комиссия правит давать предложения. В комиссии находится определенная государственная область государственных органов, в чью компетенцию входит решение каких-либо вопросов на счетах. Поэтому у меня просьба, чтобы эффективность этой комиссии была действительно, и это зависит только от нас. Члены общественной комиссии также работают с получателями адресной социальной помощи и гражданами, получившими безвозмездные гранты на открытие бизнеса. Недавно был организован мониторинг по проверке целевого использования грантовых средств. В результате установлено, что 13 человек не использовали средства по назначению. Трое получателей грантов уже добровольно вернули выделенные средства. По всей стране прозвучал первый звонок. Для некоторых он прошел в онлайн формате, но для первоклассников мероприятие было организовано в традиционной форме. В каждом классе сегодня прошли тематические уроки на темы 175-летия Великому Абаю и 25-летия Конституции. В этом году в семье впервые порог учебных заведений переступили 5220 детей. Всего же в школах города будет обучаться 47 814 человек. На сегодняшний день все классы уже сформированы и определены их классные руководители. Что касается тех детей, которые будут обучаться в дежурных группах в традиционном формате, то уроки также будут проходить по 40 минут. Ежедневно по 3-4 урока будет проходить для них. Единственное, будет ступенчатый режим начала занятий. Допустим, первый А придет 8 часов, Б 8-15 и так далее. Чтобы дети как можно меньше контактировали между собой. За каждой партой будет сидеть по одному ученику, и не более 15 будет сидеть за партой в дежурных классах. Кроме того, предусматриваются различные входы в учебные заведения. Внутри каждой школы имеются специальные разметки для соблюдения социальной дистанции. В классах парты расставлены таким образом, чтобы между ними было расстояние в один метр. В школах малокомплектных, где учащихся до 180 детей, там будет традиционный формат обучения. У нас 11 таких школ, 1092 ребенка, которые придут в сельские школы малокомплектные и будут обычным образом заниматься, но с соблюдением дезрежима. При запуске это измерение температуры, санитайзеры, коврики, маски, масочный режим обязательно. Отметим, что строгие правила разработаны не только для учащихся. Так, учитель не имеет права выходить из класса, заходить в другие или выходить в учительскую, пока дети занимаются на уроке. Родителей также ограничили в посещении учебных заведений. Надо сказать, что за время подготовки к учебному году педагоги определились с тем, какие образовательные платформы они будут использовать вместе с детьми для получения качественных знаний. У нас в городе учителя выбрали две онлайн-платформы. Это онлайн-мегтеп и онлайн-дарын. Ну, про платформу онлайн-мегтеп, она базируется на программе Белимленд, по которой уже на протяжении трех лет работают наши школы. И, может быть, этим высказана причина того, что большинство школ, все-таки педагогов выбрали эту платформу, потому что она для них привычна. Но нужно отметить, что и платформа Дарын онлайн, они тоже подготовили за летний период очень много материалов. И те педагоги, которые работают с этой платформой, они тоже высказывают удовлетворение. Нужно сказать, что и педагоги, и дети могут работать в этих платформах бесплатно, так как бюджет города уже проплатил необходимую сумму за их использование. К началу нового учебного года дети вместе с учителями уже провели репетиции, и каждый из них знает, как начать занятия и как отправить задания. Сама Цикенов, Аслан Ертаспаев, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». Строительство мечети, которое простаивало более 10 лет, было возобновлено в 2018 году за счет финансовой поддержки предпринимателя. Сейчас завершены 85% строительных работ. Вместимость мечети составляет 2500 человек. Высота каждой башни – 37 метров. Несмотря на пандемию, работы проводились, строительство идет. В настоящее время ведутся отделочные работы. Под мечетью есть место для умывания в 300 квадратных метров. Также мы планируем построить Катымхана на 400 человек. Будут отдельные места для чтения Корана и регистрации брака. Работа по благоустройству территории мечети началась в июле текущего года. Она ведется на площади 47 тысяч квадратных метров. По словам представителей подрядной компании, здесь будут созданы комфортные условия для населения. С обездной дороги будут построены два надземных моста и автостоянка для 500 автомобилей. Устанавливаются 83 лавочки и урны для мусора. Предусмотрено строительство детской игровой площадки и медресе. Проект финансируется за счет бюджета города Туркестан. Стоимость – 600 миллионов тенге. Будет застелено 18 тысяч 500 квадратных метров асфальта, 7 тысяч 800 квадратов брусчатки. Будет также установлено освещение – это 200 светильников. Проведут кабеля, установят трансформатор. С двух сторон будут стоянки. Также люди смогут подойти к мечети с двух сторон. Как отмечают подрядчики, новая мечеть будет сдана в эксплуатацию в конце октября. Один из красивейших архитектурных объектов города распахнет свои двери посетителям и станет гордостью всех семичан. Республиканские абайские чтения прошли с 23 по 25 августа. В связи с пандемией коронавируса в этом году традиционный творческий конкурс впервые был организован в дистанционном формате посредством платформы Zoom. В мероприятии приняли участие команды из всех регионов страны, а также из городов Нур-Султан, Алматы и Шемгент и из республиканских образовательных организаций. Успешным стало участие в абайских чтениях жительницы семьи Айданы Сирикали. Она учится в 11 классе в школе номер 39. В номинации «Выразительное чтение» наша землячка заняла почетное второе место. Сегодня стихи Абая стали для меня ориентиром и моей жизненной позиции. В настоящее время я знаю наизусть 220 стихотворений и две поэмы Абая, а также 50 стихотворений его ученика Шикарима. Я считаю, что следовать пути таких великих людей – гражданский долг. Конечно, Айдана добилась этой победы не за один день. Она участвует в абайских чтениях с пятого класса, из года в год изучая творчество Абая и увеличивая количество выученных стихов поэта. Сегодняшний ее успех – это итог кропотливого труда. В заключительном республиканском этапе абайских чтений приняли участие 125 учащихся. Они состязались в шести номинациях. В числе лучших оказалась еще одна ученица из семьи Шрахт-Любек из школы номер 47. Я получила много хороших впечатлений. Я была уверена в своих силах и что завоюю призовое место. И я рада, что мои надежды оправдались. Я сразу не достигла таких успехов. До этого много раз я участвовала в разных конкурсах и олимпиадах и завоевывала призовые места. Надеюсь, что в будущем я улучшу свои результаты. По итогам абайских чтений, 48 учащихся стали победителями и призерами. Они были награждены дипломами и медалями Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также ценными призами. Саулия Байглиева, Раскульма Двасова, Телеканал Семей. Раскульма Двасова, Телеканал Семей.